Всем привет и очередной выпуск. Я Linuxoid. Сегодня я поговорю о том, какая ошибка может возникать при запуске графического приложения из-под другого пользователя и как обойти эту ошибку. О чем идет речь? Известна команда SU, которая расшифровывается как Substitute User, то есть подмена пользователя. Например, вы, сидя под KDE или Gnome, хотите, не выходя из текущего аккаунта, запустить какую-нибудь программу из-под другого пользователя, другого аккаунта. Вы набираете SU, название аккаунта, например, тест, пароль и затем в командной строке набираете уже те программы, которые хотите запускать из-под другого пользователя. Ну вот мы видим, что в простейшем запуске SU мы остаемся в каталоге текущего пользователя, а не в каталоге пользователя тест. Но мы можем перейти в тест, в корневой каталог, вот, и окажемся в тесте. Но, допустим, мы хотим сейчас запустить программу, какую-нибудь графическую программу, иксовую. Например, браузер Opera. В KDE и Plasma срабатывает, как вот, дано. Вот мы набираем Opera, жмем Enter, запускается Opera. А под Gnome, подобными рабочими столами, у нас получится вот такое вот, пишется ошибка, вот, deconv critical, unable to create directory run user 1000 deconv, отказано в доступе. Вот, как быть? Это глюк устойчивый, люди там ищут, как его обходить. Теперь мы вылезем отсюда. Значит, как обойти этот глюк? Это даже не глюк, а, как бы, правильное поведение. Чтобы его обойти, нам нужно правильно использовать команду SU, Substitute User. Для этого мы набираем SU и ключик. Ключиком может быть, либо знак минус, либо L, то есть, сокращение от логин, либо полностью логин. Давайте мы просто L, такая черточка, тест. Вот, пароль вводим и пробуем запустить Opera. Все работает. Я не показал вам, как запускается Opera, она в другом окне, а у меня сюда захватывается только консоль. Вот, в общем, глюка нет, Opera запустилась. Теперь вы знаете, как правильно использовать команду SU, Substitute User. Всем пока, до новых встреч!